Вот есть время, когда до первого храма, когда есть мешкан до первого храма, и тогда одно жертвоприношение, вопрос жертвоприношений – это один иньян. Потом у нас появляется первый храм, времена первого храма. Когда построен храм, тогда приносится жертвоприношение. Потом у нас храм разрушен и второй храм. В общем, эти три разные временные сроки. Разные жертвоприношения приносились и отношения к жертвоприношениям. Вот, собственно, от этого я и хотела, чтобы мэр разъяснил. Что было до первого храма, когда был мешкан, когда мешкан забрали Плестим, когда он был в Гелгалии, когда он был в село. Потом построили храм в село. Потом не было храма. Первый храм. Я все понял. Давайте, вот, исторически ситуация выглядит в следующем образом. Есть две темы, которые не надо путать. И в прошлый раз я боюсь, что я вас запутал просто из-за некоторой сложности вопроса. Значит, правило, есть правило о внешних, то, что называется карбонат-хукс, когда разрешено приносить жертвы вне храма. Это правило выглядит следующим образом. Когда нет храма с ковчегом внутри него, вот по всей видимости, вот здесь я аккуратно там мнение везде разрушил. Когда нет храма с ковчегом внутри него, жертвы можно приносить, жертвы на бома. То есть частные жертвы и некоторые общественные жертвы на большой бома. Это означает исторически, что до построения скини, то есть мешкана, в пустыне можно было приносить жертвы вне мешкана. Например, мы это встречаем сразу после дарования Тары на горе Синай. Например. Или жертвенник, построенный Моше после победы над Амалайком. Правда, там не сказано, приносились ли на нем жертвы, или это просто было построить жертвы без жертвоприношения. Это пошло. Это в Тарининской земле. После этого идет отдельный запрет на жертвоприношение вне мешкана, которое действует все время пребывания народа Израиля в пустыне. После этого зашли в Святую Землю. Мешкан в это время стоял в Гальгале, в Гальгале, в Гальгале, я все время порно колесо пытаюсь произносить, в Гальгале, и в это время разрешены были карбонот-хомцы. Обратите внимание, наличие мешкана, мешкан стоял, то есть скинь в Гальгале. Тот факт, что народ начинает расселяться по земле, делает разрешенными карбонот-хуц. Мешкан есть, он стоит, но карбонот-хуц разрешены, бомот разрешены. Я рассказываю теорию пока, в данном случае теоретическую голову. После этого, после Гальгаля, там после некоторого путешествия, появляется шатер, храм-шатер, давайте так сформулируем это, в Шило. Шило отличается от мешкана только одни. Там стены каменные, не деревянные. Если отвлечься от урока и сказать, что может быть это связано с тем, что стены сгнили, их постепенно меняли, то возникает, конечно же, парадокс Арго, я не буду сюда входить далеко, но в любом случае там каменные стены. Я не знаю, были ли они с самого начала каменные, или вначале они были деревянные, а потом по мере с течением времени их предпочли заменить на каменные. Но! Но! Там были мягкий верх. То есть это все еще шатер в том смысле, что крыша сделана по описанию крыши в мешкане, в скине, которая путешествовала по пустыне. Вот это многослойные гобелены, шкуры, ну и подобные. Далее. Что касается двора, то похоже, что в шилот двор все еще был таким же, как и в пустыне. И тут вопрос, был ли он матерчатым, как в пустыне двор, столбы ставились на расстоянии, столбы двора на расстоянии друг от друга, и между ними протягивались занавесы. Еда Ахары Хлаим, когда вы читаете, которая сохранилась термин для храма, но это во дворах храма. Значит, были ли там каменные стены, я не знаю. Но вот теперь это уже храм, потому что условия храма есть два правила. Мнуха и Нахала. Нахала это полный захват земли, а Мнуха это место покоя, и им называется Юрсалим. Дело в том, что храм, он в некотором смысле является таким символом шалом, благополучия, мира, шалем, да, совершенство. Мир, он порядок на самом деле, корень шалем, да, безущербный. Вот это у нас настолько просто мы привыкли к слову шалом в значении мир, что забываем, например, панахический оборот, где Давид спрашивает у полководца Машлом Хамилхама, как дела на войне до слов, если современный читатель читает, мирно ли на войне, да, Машлом Хамилхама, благополучно ли на войне, цело ли на войне. Так вот, этот хам еще не Мнуха, хотя уже Нахала, и теоретически Бамот запрещен галактически. Теперь, после того, как храм был разрушен, шло, я имею ввиду, и это и до построения Соломона храма в Иерусалиме Бамот запрещены, разрешены, наоборот, извините, Бамот разрешены потому что нету храма с ковчегом внутри, поэтому Бамот разрешены, и, собственно говоря, жертвенник Давида на Хар Арвона, на Гумнет, на Горан Арвона, то есть на храмовой Деренции, он просто еще одна Бамак Дова, еще один большой общественный жертвенник, не храмовый, а общественный. Образцы, одновременно с ним, например, существуют, я не буду сейчас открывать вам книгу и тыкать пальцы, где, одновременно с ним существуют в Дневе, в Раме, в Бейтлэхэме, прямой текст, Давид отправляется в Бейтлэхэм приносить жертвы на Бамак, который там стоит, то есть общественный по регионам, причем иногда очень плотно, потому что, например, когда вы читаете рассказ о помазывании Шауля на царство, царя Шауля, то вы обнаруживаете, что и его диалог с пророком Шмуэлем, то он ходит от жертвенника к жертвеннику, чтобы совершать там большое жертвоприношение и перечисляется Гипа, Гэва, это разные города, но не далеко друг от друга, Рама, еще одно место большого, я не могу сейчас не пригласить, я сейчас вспомню, там несколько упоминается, Бейтлэх, извините, забыл, в Бейтлэхэле был всегда большой, очень уважаемый жертвенник, Бамак, имеется Бамак. Все разрешено. После того, как царь Соломон строит храм, теория гласит, что запрещены все частные жертвенники и все Бамот, даже большие жертвенники, то есть Бамот, Цавурия, общественные, да, измешения, вот тут проблема с переводом, различить как-то, что такое Бама, Бама, это тот же жертвенник же на самом деле, но принято слово мисбэф говорить про тот, который при храме, хотя в Танахе это правило не соблюдается на самом деле, и регулярно Бамот, который вне храма называется мисбэхот, это там есть, но это проблема не только моя, и, например, если вы откроете переводчиков на арамейский, то вы обнаружите, как их мотает, когда они должны переводить слово Бама, они начинают просто по-разному, иногда они переводят так же, как переводят жертвенник, иногда говорят возвышенность игра, да, игра как крыша просто, на арамейский, это не я придумал эту проблему, эта проблема существовала и у древних переводчиков, например, на арамейский, значит, вот эти возвышенности, кстати, регулярно в Танахе очень неудобно когда переводят, но вот эти жертвенники вот не храмов, давайте так называем, они существуют вот в этот период, теоретически после этого они должны быть запрещены повсюду, более того, Галаха гласит, вот который мы читали в трактате с Бахием, Галаха гласит, что сих пор как появился храм в Иерусалиме, все жертвенники вне Иерусалима стали запрещены, навсегда, проблема одна это закон в рамбаме о пасхальных жертвоприношениях, которые теоретически по рамбаму можно приносить даже при отсутствии храмов и жертвенников храмов. И, например, в Иерусалиме до сих пор есть люди, которые пытаются по рамбам принести пасхальную жертву, как она описана в Торе, и как высказался по этому поводу мой учитель много-много лет назад, и что самое любопытное, все, кто это делает, сумасшедшие на всю голову. но теоретически храмов, которые это разрешат. Значит, понятно, да? Теперь, это теория, это голоха. Вопрос номер два. Как практика? Вот всегда есть теория, есть практика. Как это выглядит на практике? На практике с текстом с Танахи в руках. Могу доказать, и любой человек, который не... Вот, вы знаете, есть люди, которые считают, что ежели голоха такая, то все всегда вели себя строго по голохе, потому что наши предки, они были такие возвышенные, но это правило говорит, что ежели наши предки дураки, то мы просто ослабим. что ежели голоха такая, то наши предки, ну, по-любимому анекдоту, как доказать в Торе историю, что надо носить кипу. Знаете, да? По этому поводу говорится, ну как? Но когда Всевышний сказал Аврааму пойти в святую землю, неужели вы думаете, что Авраам мог пойти в святую землю без кипы? Конечно же, отсюда доказательств, что он носил кипу. Это анекдот, но он такой, посмотри какие-нибудь книжки, особенно хридивных издательств, где наш проротец Яков нарисован в штраймолы капоте, что доставляет бездну удовольствия, когда разглядываешь этот штраймолы капот на нашем проротце Якове, если учесть, что и то, и другая польская одежда, то цены это будет. Но это такой автомат. По этому поводу, ежели мы будем смотреть на практику, то мы быстро обнаруживаем, что, во-первых, большие бомо, во времена шофти, судей, когда бомо были вообще-то запрещены, потому что в шило стоит храм с ароном внутри него, с ковчегом, а у нас появляется огромный общественный жертвенник, на котором служит внук Машера Бейн. И род тех, кто служит там. Причем начинается история с того, что герой, который описан, он, значит, это предпоследний сюжет книги Шафтин, предпоследний сюжет книги Сун. Герой говорит, что, бабочка, вот там, ты помнишь, у нас деньги украли, ты еще проклинала того, кто их украл. Так вот, это сделал я. Ой, говорит, мамочка, и вот деньги. Ой, мамочка, лишь бы дитя был здоров, давайте на эти деньги построим жертву. И все, что к нему полагается. Вот, значит, герой это делает и нанимает внукам Машера Бейну служить при этом храме, причем хвастается, у меня левит в коинах. Вот буквально цитата, у меня левит в коинах, что, ну, никак не соответствует тому, что сказано в том, с другой стороны, на частом жертвеннике нет правила, что на частом жертвеннике должен служить коин. Этого правила нет, на частом жертвеннике служить может кто угодно. Значит, по этому поводу мимо проходят войска Халена Данова, которые, значит, объясняют, что мы сильнее отбирают все утвы этого жертв, при этом жертвеннике, забирают левита, говоря, кому тебе приятнее служить целому колену или какому-то типу тут частному, пойдет. И вот они отправляются и в Дании ставят огромный жертвенник. Этот жертвенник в Дании, для тех, кто не догадывает, просуществовал до падения северного царства. Вот он долго, причем не просто существовал, он функционировал до конца падения. Народ, проблема в том, что народ вот эту галаху, которая фактически лишает народ права совершать жертвоприношения, кроме как в храме, и что, конечно, это великое дело пойти в храм совершить там жертвоприношение, причем я еще раз хочу подчеркнуть одну вещь. На бомот нельзя приносить жертвоприношение предписанное ТОРе. На бомот можно приносить только жертвоприношение, ну, грубо говоря, мэбрэ-эдава, по обету и доброходное жертвоприношение. По этому поводу вот эти жертвоприношения там можно приносить Ола и Шлами, жертвоприношение всесожжения и мирные жертвы, которые едят собравшись. Но нельзя, например, приносить жертву хапат и ашам, жертву очистительную и жертву загребную. Вот эти жертвы приносить там нельзя. То есть как бы сделать копора по хатат, по это самое, те, кто согрешил, там нельзя. Тем не менее, вот из текста Шмуэля мы видим, из того, что говорит пророк Шмуэля, мы видим, что народ именно этого и и борьба за эти жертвы народа против власти, против Соломона, в самом деле, когда он построил храм. Ежели во времена храмов Шила на это просто закрывали глаза, во времена Соломона некоторая борьба, а вот во времена Ерваама бен-Вата, тот, который северное царство, там другая была борьба. Там Ерваам бен-Ват, который построил две больших бомаг дала, одну в Бейтеле, одну ту самую в Дане, о которой я рассказывал, и, по всей видимости, оформлял их как храм. Подозреваю, за исключением того, что там стояли в качестве центральных фигур не херувины, а быки, частные жертвенники продолжали функционировать в Северном царстве. единственное, что Ерваам власти, сам Ерваам бен-Ват и его наследники, ну, а там наследники регулярно по переворотам были, и его наследники пытались вот эти жертвенники частные, которые в городах превратить в, назначать там коинов, которых не положено там вообще быть, но он вообще коинов из рода Арон, он вообще не допускал к службе людей из рода Арона в Северном царстве, то есть вели себя как на бомон, но он считал, что там должны работать те, кого назначены царем, то есть госслужащие, а не каждый сам по себе, это такая политика была. На практике народ тоже не был очень доволен этим, хотя с другой стороны, поймите, у нас получается что-то вроде государевых синагог в каждом городе, только в виде жертвенников, в виде бомон. И это была практика в Северном царстве, легко доказать. Вот замечу, Галахе это не по Галахе, будет ли в этом грех, это тоже еще вопрос, ежели там не совершать жертв типа Хататэ Ашам, это такой вопрос. Теперь, что касается Южного царства, то есть Иудеи, то раз за разом рефрен, описание даже хороших царей, правит царей, они не упраздняют бомон. Раз за разом это идет рефреном, это говорится в качестве явного осуждения, но не в списке грехов. Вот замечу, это неправильно, он не должен, он должен бы прекратить бомон, но он этого не сделал. И почему праведные цари типа Хискиягу, Йошиягу этого не делают, понятно, что они не готовы войти в конфронтацию с народом. Вот практика вот такая. И опять, из книги царств, из книги Деврейгейми, Хроник, последняя книга Хроник, следует, что это неправильно, там всюду указано в качестве недостатка деятельности праведного царя, но не перечисляется в числе грехов, это не считается грехом царя, то есть мы видим, что цари просто с этим не могут справиться и даже не пытаются в том смысле, что подозревают, что их советники говорят, что тебе народные возмущения не нужны. Это вся эпоха первого храма, причем в данном случае широкая эпоха первого храма от завоевания страны Израиля, то есть через 28 лет после входа Игашуа в землю Израиля и далее практика выглядит вот так. Еще раз, доказываю с текстами в руках. при этом сколько книг написано, что это все неправильно и авторы пытались убедить, что это происходит в период гетербомод, в период, когда бомод разрешены, человек путает галаху с практикой. практика выглядит вот как я сейчас описал, доказательств высшей неизменной, очень много. Я не говорю, что так правильно, я говорю, что так было. Давайте мы договоримся вот до этого. во времена второго храма ничего такого уже не было от слова вообще за, по-моему, одним исключением, но он даже не в земле Израиля, это то, что называется храм Хонио, в Трамуде называется храм Хонио, хорошо изученные вещи, материалы есть, это, вы долго будете смеяться, еврейский храм в Элефантине, он хэп вместо на на Египте этот остров называется хэп, а вы знаете или хэп, вы знаете это слово, оно выберет попало, хэп это слон на древнеегипетском, и вы знаете это слово по слову шингап, слоновикость, пишется в одно слово шэн, зуб, хав, слон на древнеегипетском, по-гречески остров называется Элиханьцин, там была большая еврейская колония, из отставных солдат армии, которая, ну, эллинистического Египта, которой было очень много евреев, вот в эллинистическом Египте евреев было очень много в армии, наемников, и очень мало в торговле, в торговле были греки, я понимаю, что мы придумали, что должно быть наоборот, но я это и стою, так вот, на том, на известно, что в Элиханьцине был жертвенник, и был то, что называется храм Хонио, но это такой эксцесс, что тут он даже вне земли Израиля, что никому в голову не приходило, что можно поставить жертвенник вне земли Израиля, никому даже в голову не приходило, и начало книги Ягашу, рассказ о попытке поставить жертвенник в Зайорданье, точнее, для Зайорданских коней, но они ставят его с нашей стороны, Орданом, потому что поставить в Зайорданье жертвенник не мыслит, это не святая земля, но так воспринималось, вот так, то есть это вот по поводу вопроса, который историческая справка выглядит вот так, вопрос нет вопроса это вопрос по прошлой лекции как-то я немножко опоздала, извините я подвожу итоги прошлой лекции просто прошлая лекция была может быть немножко путанной получилось, потому что я слишком так это сказал что тема окажется настолько сложная спасибо большое я обязательно переслушаю у меня вопрос по прошлой лекции по поводу прикрывать кровь песком во-первых что это была за что это была за заповедь почему это помогало соответственно еще про кровь на жертвеннике при жертвоприношении все спасибо я понял значит итак про кровь на жертв при жертвоприношениях я собирался рассказать сегодня просто в описании конкретной жертвы и что там делает кровь потому что собственно душа жертвоприношения это кропление крови на жертвы это душа любого вот центр любого жертвоприношения центральная часть замечу резко жертвы вот для этих кучи народа просто не знают об этом и это трудно очень объяснить людям сегодняшнее резко жертвы не является даже частью службы то есть доказательство выглядит так резать жертву жертвенное животное даже в храме имеет право кто угодно не обязательно для этого коэн вот вся служба в храме вот то что является собственно службой то есть предписанной службой кошерна только когда это совершает коэн потомок аарона он должен быть при этом в храмовых одеяниях предписанных в четырех храмовых одеяниях босиком ну и так далее требования к коэн резки жертвы это не касается собственно резка жертвы это чисто техническое действие потому что живьем животное я не могу кинуть костер на жертв там мне для этого нужно его выпустить поэтому собственно убийство животное не является частью службы по-моему это очень важный такой момент мы привели к тому что слово жертва оно это я что-то лишаю жизни ну там в шахматах жертва ферзя или там жертва пеш означает что я ее отдаю чтобы ее убить на самом деле нет в слове жертва в русском языке корнем слова жертвы является слово жрать вы меня извините я понимаю что в современном языке культурный человек не должен это слово произносить но это этимология слова по этому поводу жрец кто жрет то есть и это как раз слово древнее и с пониманием смысла одно из не обязательно одно из главных событий в истории жертвы является то что ее съедают либо коины либо священники либо жертвы это ценность при этом жертва считается осуществленный не в момент резкий я уже сказал что это даже не служба а это техническая необходимость по другому невозможно например такое же как сдирание шкуры например жертвенного животного и и и как это ни странно жертва считается совершенной после того как ее кровь кропили на жертву и с этого момента жертва считается совершенной это центральная часть жертвоприношения которая в большинстве случаев делает жертву совершенной вот так теперь что касается заповеди в пустыне то это запрет книги воикра который начинается следующий что если человек в режет дикое животное неодомашненное дикое в данном случае это неодомашненное то есть есть животные одомашненные да коровы овцы козы все ну и копытные они должны быть еще есть накопытные и жвачьи коровы овцы козы это одомашненные а например лось почему я все равно лося привлекаю наверное потому что я его в России что у нас тут водят оленек оленек оленей у нас водятся но это неблагородные оленя учтите благородных оленей у нас никогда здесь не водилось и наперед в Талмуде есть обсуждение про шорхабар дикый бык дикый бык скрещивается с домашним это один вид по всей видимости потому что скрещивается с домашним но вот Талмуд задает вопрос надо считать одомашненным или не надо то есть можно ли его принести в жертву такое обсуждение я не помню чем кончается по-моему нет значит ну вот одомашненные животные на жертвенник по крайней мере центральный это точно а вот домашний жертвенник у меня вопрос который я не могу дать ответ значит в любом случае в пустыне все еда домашних животных ну я еще раз повторяю три домашних животных у нас есть она могла оформляться только в жертвоприношении это заповедь пустыни вот это заповедь от ракомат мешкан то есть от второго года в пустыне до 39 до конца 39 года до входа в землю ну да до входа в землю есть просто так домашних животных нельзя их надо оформить в жертвоприношение это мнение вообще это я не буду входить в спор на Бешмейле и Рабеке с вашего посволения значит по этому поводу в книге дворим в конце книги дворим перед входом в землю идет заповедь которая отменяет это правило потому что вы теперь не будете жить централизованно как в пустыне четырьмя пятью лагерями ну четыре лагеря вокруг центрального там Тимишкан теперь вы живете по всей земле по этому поводу требовать от вас чтобы вы каждый раз когда собрались есть баранину приходили в храм который теоретически в одном месте должен находиться в детстве это слишком много поэтому эта заповедь отменяется это в конце книги то есть эта заповедь как бы она на время подчеркнулась теперь что касается неодомашненных животных среди кошерных недомашних животных есть довольно много ну вот мы их перечислили пара разрешает их есть естественно их не оформляет в жертвоприношение по причине того что их вообще в жертву не приносят и это касается птиц точно так же ну кошер естественно по этому поводу утверждается следующее что в те времена когда человек резал животное он кровь которая проливается при этом автоматически приносил в жертву богам или более точно вероятно демонам пустыни саир это не только козел а это еще переводится по-разному но какое-то чудище такое пустыни черт но черт не в смысле дух да ну не в смысле крестьянском а в смысле вот как его изображали там в Советском Союзе у кучи народу дома было скульптурки сатиров таких да которые весь народ называл чертями хотя в общем изображил сатир безусловно греческий вот такого рода дайвы ну вот там названий много но вы все представляете о чем я говорю в данном случае вот им эта кровь приносилась автоматически часть ее отдавалась жертв вот с чем вы это сравните я могу сказать с чем это сравнить надо в греческом мире в римском мире да и не только в персидском мире то же самое значит когда человек пил вино в начале трапезы он автоматически брал бокал и часть отливал честь какого-то бога неважно какого это мог быть дух дома если мы говорим про рим ларом домашним богам это могло быть в честь какого-то конкретного бога в зависит от случая именно с этим связано что вот это посвящение автоматическое по крайней мере части вина богам именно отсюда идет запрет стамгейнам просто вино гойское вино как бы предполагается что гой автоматически его посвятил если взял в руки он как бы не может выпить не посвятив хотя бы пару капель какому-нибудь божеству и это соответствует реалиям я хочу заметить что это не фантазии это просто практика то же самое касается крови особенно когда ее льют в каком-нибудь ненаселенке слово мидбар в иврите используется в значении ненаселенная местность слово мидбар может обозначаться лес например лишь бы ненаселенное место слово мидбар если быть точным то иудейская пустыня мидбар является не пустыней а полупустыней если вам более точная терминология нужна по этому поводу настоящая пустыня на иврите называется шмама пустое место вот на пустыне тот самый корень а мидбар мидбар это неважно это место где можно пасти так вот там это делается тоже на автомате в те времена и если например вот вы меня извините за источник но например сказание о Юльгамеше описано как кто-то зарежил животное и на кровь слетелись духи как мухи на падаль обороты сказания вот то же самое если человек режет в пустыне вот теперь к библейскому тексту и проливает кровь на землю то как бы у всех в голове что сейчас сюда прилетит всякое разное и чтобы оно не обиделось вот теперь как обращается с духом ему нужно сделать посвящение и сказать что это вам это кровь вам это делается это правда так вот тара говорит что пролитая на землю кровь диких животных как потому что других нет и птиц следует засыпать как бы демонстрирует что не дам не посвятил никому не поделился духи могут идти вон духи демоны местные боги могут идти далеко и надолго не дам не поделюсь вот это заповедь тора это заповедь сохранилась до нашего времени и ну значит но все таки шоих это редко режут диких животных сегодня кошерную там изюбрятину или там алюминину ну мне знакомый рассказал что есть места где можно купить вообще есть ферма где разводят оленей ну и лосей и там иногда делают даже кошерном могут вам зарезать так вот эту кровь надо но в основном это когда режут птицу вот когда режут птицу там скажем на израильской бойне мясокомбинате то ее кровь следует присыпать и это заповедь сохранится присыпать можно ну чем угодно чем можно присыпать на самом деле галаха здесь простая хотите песком хотите залой что угодно что может прикрыть кровь но только не доской а ну понятно именно присыпать а не прикрыть вот это есть галаха которая сегодня обязательно и обязательно к исполнению и все это дело практика по-другому просто немысленно вступить это заповедь окей я готов значит мы да пророки были недовольны как они знали кому он приносит цир он приносит или какому-то баалю ну как они знали всем мог знать конечно может были какие-то люди которые местными мавичанами или там саманитянами имели какие-то отношения но это это есть проблема потому что технически насколько можно отличить еврейский жертвенник от местных это еще такой большой вопрос доказано можете считать что доказано что еврейская служба богу не происходит от кноней это доказано то есть исторически вот эта теория о том что это как местные какие-то местные культы нет проблема вот в чем проблема то что я говорил вот этот принцип что в повседневной жизни культуры проникают друг в друга вот здесь у нас вот да вот именно в ту сторону туда за окном если пройти отсюда километров восемь то там будет камень по-моему Машарабей откуда он здесь взялся Машарабей я не знаю но вот все вокруг арабы бедуины евреи знают что если появится спина то надо туда пойти потереться спиной об этот камень почему не знаю говорят помогает не пробовал да как-то не решусь даже наверное значит это по поводу вот того как народ некоторые вещи народ он как бы вот давайте простую я хочу просто может быть я не знаю нужно ли это рассказывать просто некоторые знания о древнем мире но они то что я сейчас говорю ровное место для науки но я не знаю все ли знают в древнем мире например у греков у рима нет у рима чуть-чуть по другому это устроено скажем у греков самый страшный грех религиозный который может человек совершить состоит в том что он отвергнет то или иное божество вот геракл да великий их бог конца стал не святым даже а богом да он как бы служил герри о чем свидетельствует ее имя его имя она-то ему гадость и дело непрерывное но вообще посвящено богу длинная история но неважно но если он откажется скажем служить дионису то это будет религиозное преступление по этому поводу древний мир когда говорят про их свободу они легко принимали всех богов либо в формуле вы просто по-другому называете нашего либо это ваш местный и так далее но по этому поводу отказаться принять участие в службе какому-то тому или иному богу это ну оскорбление это еще нахто сказано во-первых тот кто это сделал он только что совершил религиозный грех по этому поводу все независимо от веры исповедания в смысле каким богам они поклоняются а чаще всего поклоняются каким-то лесным богам свободно ходят на религиозные праздники друг другу это норма и по-другому не мысль евреи в этом смысле проблема состоит не в том что они поклоняются одному богу проблема в том что они не поклоняются чужим богам вот это проблема и разница между монотеизмом не в том что мы служим одному богу с политоизмом а тем что мы не признаем других вот это а вот это уже тяжелый вариант по этому поводу теперь вы представили человека еврейского человека который живет в городе где все поклоняются всем И все соседи, у соседей радость, причем у соседей независимо от национальности, они все идут на праздник, хотя праздник такой-то, а не наш, но они все, у них праздник, и они жертвы приносят. Евреи теоретически должны их послать, теоретически, практически должны. Это Галахам, причем такая мощная. На практике вы же сами все понимаете. По этому поводу, кто там, тайком, кому жертвы приносил, все все знают. Читайте пророка Ехэски, где, среди прочего, упоминается, что вот этих людей, видишь, которые вот тут в храме поклоняются, а ночью они приносили жертвы к Мошу, ну, одному из местных богов. Такие проделки, такое было. И я понимаю то, что говорит Элла, что понятно, что запрети вот эти частные жертвенники, тем самым я как бы запретил евреям ходить к чужим жертвам. И это борьба с этого поклонца, и она работает. Тем не менее, это оказалось невозможно, и это проблема, это то самое слово умный синкретизм, вы меня извините, я не люблю умные слова употреблять, я их, естественно, знать обязан, но как бы, да. Это некоторая проблема, которая была. И это проблема всех пророков, обратите внимание. Проблема всех пророков всегда не в том, что евреи не приносят жертвы Всевышнего, приносят. Это не такой проблем. Приносят и приносят с удовольствием. Проблема всех пророков в том, что евреи умудряются одновременно приносить еще кому-то. Вот это проблема. И соблазн всегда велик, потому что соблазн, будь как все, это самый большой соблазн, какой бывает. Больше соблазна нет. Но хотя бы потому, что где-то главный этический принцип мира, будь как все, главное правило этики. И евреи говорят, нет. Вот в этом пункте, в религиозном, ты как все не будешь. Не должен быть. Это проблема. Это правда. И это то, о чем говорят пророки раз за разом, приносят жертвы. Причем еще раз, вот давайте простой пример. Когда вы читаете в Торе, которая запрещает сажать кумирные деревья. Да, но ашторот, аштора. Слово персидское, по-все видимости. Кумирное дерево. В храме чем потрясает иерусалимский храм? В иерусалимском храме нет ни одного дерева. И даже и все деревянное там стараются сделать горизонтально, а не вертикально. Просто, чтобы не было даже намека на кумирное дерево. Оно запрещено Торе. Но откройте пророков, и вы обнаружите, что регулярно приносят жертвы под деревья. Причем деревья, когда-то была разрешенная форма службы, от рам сажая деревьев. И это аштора, словно дерево, посвященное Богу. Мы видим, как под деревом ставят жертвенники. А вот это уже Торе запрещено. Запрещено кумирное дерево. То, что это нарушает раз за разом, пророки говорят. Почему? Потому что мы все же сажаем, мы все же сажаем. Но почему бы не нельзя? Вот только не роща, как у греков. У них обычно не кумирное дерево, а кумирная роща. А дерево одно. Но, вот известный медраж. Вот службы, которые когда-то были угодны Всевышнему, а когда была донатора, стали неугодны. Кумирное дерево, мацева, ну, из самых простых вещей. Кумирная жертва и мацева. Мацева – обелиск. До дарования Тора это можно было делать. И мы видим, кстати, что есть несколько случаев, когда Муше ставят мацеву, когда Ярошуа ставят мацеву. Но теоретически мацевод запрещен, мацева – это обелиск. Запрещены. На практике пророки столько раз повторяют, что они это делают. Почему? Они ставят Богу Израиля. Он преисполнен религиозных чувств. Он просто у него в голову не приходит, что это нельзя. Но почему? Все ставят. Вон, посмотрите на эти самые. Кому интересно, на… Раз за разом в Талмуде, в Нишне, в Митрашах, в Зорек Эвен Ламаркулис. Меркулис кидает камень в… Ну, если вам точно нужно слово «маркулис», это Меркурий, конечно же. Да, слово «меркурий» вы слышите. Вот эти обелиски, посвященные Меркурию, где только не стояли там у всех дорог, у перекрестков, проходящие, как бы совершал акт поклонения, кидая камень к подможью этой стелы, обелисковой. Они там разные были вещи с разными изображениями, иногда крайне непристойными, кстати. Но это стандартная служба. Но что дурного, если я то же самое поставлю в честь не Меркурия, а Бога Израиля? Ведь ничего дурного в этом нет, кроме того, что это запрещено Тор. А так, в самом действии, в смысле действия, вот молиться чужому Богу, ясно, что плохо. Ясно, что приносить жертву чужому Богу, ясно, что плохо. Но почему поставить кумирное дерево в честь Бога Израиля? Почему поставить обелиск в честь Бога Израиля? Нехорошо. Ответ только потому, что это в Торе запрещено. Что эти формы службы, с тех пор, как была Тора, стали запрещены. Все. Подождите, они абсолютно запрещены? Нет, до дурования Тора не были просто разрешены. И угодно, вот что, чем силен Медраж. И угодно Всевышний. Они были ему угодны. Это была правильная форма службы. Когда была дона Тора, это стало запрещено. Вопрос. Народ это соблюдал. Ну, как бы вам сказать. Видишь ли, Юра, да, вот по старому анекдоту. Видишь ли, Юра. Они это делали. И чует мое сердце, что когда власти это обнаруживали, и начинался Бенц, и объяснение, что так делать нехорошо, то они четко выучивали, что от власти это надо скрывать. А не то, что это не надо делать. Вы же сами знаете, так выглядит деревенская религиозно-культурная жизнь. Да. Еще раз. Юрусалимский храм, и думаю, что храм Шилова, не похож ни на какие другие. Вот это мы твердо знаем. Они все признают, что они не похожи. У них редкостные особенности, формы и так далее. Главная проблема. Я готов повторить 125-й раз. Потому что я в прошлый раз пытался раз за разом повторить. Период первого храма, от завоевания земли Израиля до конца, человеку хочется служить Всевышнему в форме жертвоприношения. То, что оборотная сторона этого является идолопоклонностью. Например, серия Медрашей по поводу того, что кто-то там говорит, что такой сякой служил идолопоклонникам. На что тот является ему во сне и говорит, какой такой сякой. Живи ты в мое время, ты первый туда побежал. Что в те времена вот это чувство служения очень мощное. И пророчество на него завязано. Опять, это ровное место для понимания кучи Медрашей. Во втором храме не было тяги к вода-зара. Не было. Все случаи идолопоклонства во втором храме, они политические, чистые, никогда не религиозные. Можно легко доказать. Но и нету пророчества. Это цена. Вот это цена. Это одно закручено на другое. И когда из святая святых Медрашей, я приводил этот Медраж, вылетает что-то похожее на огненного льва, и это тяга к идолопоклонству, то из святая святых. Второй стороной этого огненного льва было пророчество. И это несколько раз Медраша есть. Что когда мудрецы уговорили Всевышнего отменить тягу к идолопоклонству, и с неба им ответили «гуд», хорошо, пусть так так не будет, исчезла пророчество. Это связанная тема. Но тут одно является ценой другого. И я могу сказать, что у комментаторов есть большой спор, что отсутствие бомот, наличие бомот, это укрепляет веру Всевышнего, потому что у евреев как бы есть возможность служить Богу в форме жертвоприношения. Или наоборот, наличие бомот укрепляет тягу к идолопоклонству, потому что мы такие же, как они. Это... Есть мнение в эту сторону, и в эту сторону комментаторы очень по-разному это оценивают. Я-то считаю, что все правы тут у меня. Я понимаю ту и другую сторону, а как правильно, я сказать не могу. По крайней мере, Таран говорит, что правильно бомот не должно быть. И я вынужден считать, что бомот вредны. Вот эти частные жертвенники. Я вынужден, потому что в Таре так написано. Окей. Но если пророчество ушло, означает, что жертвоприношения были приняты Гошемом. Была очень тесная связь через жертвоприношение у людей с Гошемом. Да. Что оно было равно пророчеству. В иврите. Я вот начал, говоря, оно не равно пророчеству, это разные вещи. Но я начал с того, что в русском языке жертва от слова жратьев есть. Есть человек, есть жертва. В иврите слово карбан – это слово приближение. Слово лакарэ. Карбан – это то, что приближает человека к Всевышнему. Проблема вот какая. В формулировке Рамбома, и здесь с ним трудно не согласиться. Приближение к Богу через жертвоприношение. А карбан – это способ приблизиться к Богу. И это главное, что есть в жертвоприношении. Но на самом деле, если идти в русле Рамбома, Маймонида, то между человеком и Богом есть известное хат-хака, обратное слово – отдаление. И идеальное представление о Боге по Рамбому состоит, насколько мы далеки от Бога, насколько Он не представит, насколько Он не сопряжен нашими представлениями. Любая попытка конкретизировать, вот я же раз за разом всегда привожу примеры, когда я там, скажем, делаю размеры, я говорю, с чем сравнивать из нашего окружающего мира. Когда говоришь про Бога, естественно, мне хочется на автомате сделать что-то подобное. Но это невозможно, и это запрещено даже. Он не представит. По этому поводу попытка приблизить представление о Боге к себе – это путь к оделопоклонству, как это ни странно. Это путь к иконам, к изображениям, к попыткам выразить Бога в изобразительном искусстве. А это уже путь к оделопоклонству начинается здесь. По этому поводу вот жертва, как способ приблизиться к Богу, является одновременно… Акт приблизиться к Богу – это все равно, что приблизиться к пророчеству. Является одновременно способом приблизить Бога к себе, а это путь к оделопоклонству. Он вот такой вот вилкой вот здесь лежит. Я то, что сейчас говорю, это следует Рамбома в Моренабухе и думаю, что он кругом прав, когда это говорит. Да, вы правы, что жертвоприношение, риск же есть и оделопоклонство. Вы правы. Это все, что я могу сказать? Спасибо, понятно, вроде. Ну, как мы видим, не получилось сегодня говорить. Я хоть собирался рассказывать о жертве Ола в связи с жертвой Томит, но не получилось. Значит, откладываем это на следующий раз. Окей, нет проблем. Хорошо, мы на этом заканчиваем. Правильно. Спасибо большое. Остановим запись. Сейчас я остановлю. Да, я остановлю, остановлю, нет проблем. Останови. Всем спасибо. Спасибо.